В одном из магазинов мексиканского города Чиуауа есть манекен, притягивающий одновременно пугающий людей уже 85 лет подряд. С ним связана загадочная история о погибшей невесте и кукле, которую считали, а некоторые и до сих пор считают, её забальзамированным телом. Эта история наверняка вызовет у вас множество вопросов, которые вы можете оставить после просмотра этого видео. Вы на канале «Я в шоке». Приятного просмотра. Имя этой девушки, жившей в начале 20 века в Чиуауа, Мексика, история не сохранила. У её матери, Донни Паскуалита Эспарза Паралис де Перес, был небольшой магазин свадебных нарядов. Он существует и по сей день, и называется «Ла Популяр». Магазин вовсе не класса люкс. Однако недостатка в клиентах не испытывает, и сейчас вы узнаете почему. Почему? Дочь Донни Паскуалиты, девушка, стоящая на фото за спиной отца, в свои 17 лет собиралась выйти замуж. Но неожиданно умерла накануне свадьбы. Тут версии сильно разнятся. По одной из них она умерла от укуса змеи или скорпиона. По другой же, жених отказался от неё в самый последний день, и бедная девушка не выдержала такого удара. Похоронили её в свадебном наряде. Через некоторое время Донни Паскуалита заказала во Франции манекен для своего магазина. Когда манекен привезли и распаковали, все просто были в шоке. Это была вылитая дочь хозяйки. Манекен надели в свадебный наряд и поставили в витрине. И тут началось. Человеческая дурость не может жить в заперти. Она обязательно должна найти себе выход. По городу поползли слухи, что манекен, уже прозванный в народе Паскуалитой, это вовсе не манекен, а забальзамированное тело мёртвой девушки. Работница магазина, уволившаяся почти сразу, рассказывала, что манекен следит за ней глазами и улыбается. Старик, торговавший напротив, утверждал, что видел, как по лицу манекена тикли слезы. Слухи приняли такой размер, что в магазин нагрянула полиция с целью обследовать манекен. Вынесенное полицией заключение, что манекен – это всего лишь манекен, несколько успокоило жителей. Ровно до тех пор, пока один из полицейских, осматривавших Паскуалиту, не заявил, что будто бы ему показалось, что когда её разделят для осмотра, она покраснела от стыда. По правде говоря, для слухов были некоторые основания. Манекен, выполненный французскими мастерами с необыкновенной натуралистичностью, вполне мог перепугать бесхитростных мексиканцев. Особенно привлекают внимание руки Паскуалиты, на которых можно разглядеть даже тончайшие линии. Глаза манекена тоже не оставляют равнодушным. С тех пор, за почти сто лет, легенда обросла всевозможными подробностями, пересказывать которой нет смысла. Сейчас у Паскуалиты есть даже своя страничка в Фейсбуке. А местные невесты, придя в магазин за платьем, не глядя покупают то, что надето в этот день на Паскуалите. Считается, что это принесёт счастье в любви и семейной жизни. Говорят, что нынешним хозяевам магазина много раз предлагали продать манекен за очень большие деньги. Но поскольку те ещё не сошли с ума, Паскуалита остаётся на своём месте. Легенда уже давно вышла за пределы Чуауа. И посмотреть на самую прекрасную невесту в мире приезжают туристы из других городов. Марио Гонсалес доволен славой толпами клиентов, которых Паскуалита приводят в магазин. Когда его спросили, действительно ли невеста эта мумия, он только улыбнулся и покачал головой. «Правда ли это? Многие люди верят в это, но я не могу сказать». Ответил хозяин салона. Возможно, это вообще просто какой-то рекламный ход, а может быть и правда. Пишите своё мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что это просто маркетинг. Хорошего вам дня и не забудьте лайк, кстати. Подпишись, друг. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok